Петух хвалит курицу за то, что курица хвалит петуха. Президент России хвалит Си Цзиньпиня за крутую экономику и говорит, что мы им немного завидуем. А китайский лидер говорит, что Россия благодарна Путину и добилась значительных успехов в деле достижения результатов и процветания страны. Си Цзиньпиня. Ноги прямые, руки на подлокотниках. Это поза уверенного в себе лидера, который как идеальный газ заполнил все пространство. У президента России более суетливые, быстрые движения. Свой стул он приподнял и аж представил ближе к китайскому лидеру. Колени и локти были направлены в сторону китайского гостя. Корпус подан вперед. Носок левой ноги описывает окружности. Все о фигуре президента указывает на человека, которому больше надо, который больше заинтересован во встрече, который чувствует себя ниже по статусу и стремится не пропустить ни слова собеседника. Для Путина визит Си Цзиньпиня имеет важнейшее репутационное значение как на внешней арене, так и на внутренней. После решения гаакского суда он потерял внешнеполитическую легитимность и стал изгоем. Теперь его должны задержать в 123 из 190 государств мира, если он прибудет на их территорию. То есть дорога в такие страны, как Франция, Германия, Англия, США и другие развитые страны ему заказана. Министр юстиции ФРГ Марко Бушман заверил, что власти арестуют президента России Владимира Путина в случае его визита в Германию, пишет немецкое издание. В ЮАР заявили, что знают о своих юридических обязательствах и принимают к сведению сообщение об ордере международного суда на арест. Официального подтверждения визита Путина в ЮАР не было, хейтерств утверждая, что он должен был принять участие в саммите БРИКС, как это было в 2013 году. Можно сколь угодно долго принижать и не признавать какое-то там решение какого-то международного суда, которое, как говорит Песков, абсурдно и ничтожно с точки зрения права. Можно, конечно, обвинить суд в ответ, мол, сам дурак. Или организовать по-быстрому искренний народный флешмоб с хэштегом «Я Путин». Сейчас мы все Путин. Такие фото в провластном ВКонтакте публикуют в основном чиновники и активисты молодой гвардии Единой России. Однако нахождение в одном списке с Каддафи или другими ранее обвиняемыми международным судом президентом Судана Амар Аль-Баширом не добавляет блеска или хорошей репутации президенту. Именно поэтому личный визит главы ядерной державы как манна небесная и глоток свежего воздуха. Он имеет огромное символическое и репутационное значение. Это повышает самооценку Путина и доказывает ему, что еще не все потеряно. Свой интерес в этом жестье есть и у Си. Показать, что Китай не только великая экономическая ядерная держава, но и великая международная сила. Показать, что не то, что США, а весь мир ему не указ. Вот такая некая ответочка. Фелоси за визит в Тайвань. Но пока дальше символизма и слов восхищения о том, как президент России управляет своей страной, не пошло. Покупать газ дешевле рынка? Пожалуйста. Заместить рынок китайскими авто с огромной наценкой ради бога. Россия и Китай добрые друзья и надежные партнеры, как пишут официальные СМИ. Но дружба дружбы, а служба службы. Россия критически нуждается в вооружениях. Поставить их может в нужном количестве только Китай. Слухи о возможных поставках муссируются еще с конца предыдущего года. А официальные лица США считают, что китайское руководство рассматривает возможность поставок оборудования и окончательное решение об этих поставках еще не принято. То есть, по факту, все это пока в стадии неопределенности. Но, как говорится, нет дыма без огня. Что именно Китай может поставить для России? В СМИ CNN и Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведке сообщают о возможности начала поставок. Артиллерии и беспилотников российским силам, которые могут продлить спецоперацию, даже несмотря на то, что Пекин призвал к мирным переговорам о прекращении боевых действий. Немецкое издание пишет, что КНР может к апрелю 2023 года поставить России столь нужные ей дроны. У Китая также есть интересы пересечь красные линии и пойти в Абанк. Если Китай все-таки не послушается Блинкина, мешается в спецоперацию и организует ленд-лист по-китайски, то в случае победы России лучшего пиара не придумать. Поднебесное нанесет имиджевые поражения Америки на Украине руками российских военных. Если ВСО, в которое США и весь блок НАТО вкачивает огромное количество самых современных вооружений, все же проиграет, весь мир увидит, что Гегемон не такой уж и всемогущий, как пытается показаться. В итоге Путин и СИ подписали два совместных документа. Заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства. Скорее всего, сейчас Китай будет ждать и наблюдать. Он будет делать размытые, неконкретные заявления, увеличивая напряжение со всех сторон. Чем дольше он не будет занимать четкой позиции, не делать резких движений, тем лучшее условия получит. Однако немного завидовать китайской экономике не стоит, у нас тоже все нормализуется. Ведь потери Газпрома в Европе будут компенсированы, но из кармана самих россиян. В Госдуме предложили изменить тарифы на газ из-за потерь Газпрома в Евросоюзе. Газпром заработал на европейском рынке в несколько раз больше, чем на внутренних, при сравнимых объемах поставок. Из-за потери значительной части зарубежных контрактов компания лишилась большей части дохода. И компенсировать его можно за счет пересмотра тарифов на газ внутри страны. Иными словами, из-за санкции мы больше не можем продавать углеводороды Европе, как раньше. И потери Газпрома превысили 40 миллиардов долларов в год. Это огромные деньги. Чтобы компенсировать это падение доходов, газа внутри страны нужно продавать в 4 раза больше. Но что-то подсказывает, что не стоит ждать массовой газификации отдаленных регионов России. Или, к примеру, Красноярском, городе Миллионика, который до сих пор толком не газифицирован. А деньги в казну пойдут за счет увеличения внутренних цен на газ. По неофициальным данным, каждому россиянину это обойдется 22 тысяч рублей в год. Забавно, что в Ленинсе эта новость стоит после новости о списании долгов в Африке. Так что, вслед за увеличением тарифов на капитальный ремонт в квитанции, можно ждать еще один приятный, в кавычках, сюрприз. Вроде подобный сценарий с газом должен был быть в Европе, а не в нефтегазовых сверхдержаве. Но санкции нам только на пользу, просто нужно немного потерпеть. Родные мои, понимаю, как вам нелегко, но сейчас нужно еще потерпеть. Повторяю, это три раза в день, и твои скрепы никогда не ослабнут. Добегут от лица его, ненавидящие его, як исчезает дым, да исчезнут, як оттает воск от лица огня, так это выгибнут беси. От лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем, и веселий благолющих, радуйся, причастный, животворящий крести Господень. Помогай мне, святой госпожей, делай загородь, сообщи мне, аминь, аминь, аминь. В каталажку за обнимашку в Ижевске полиции удалось задержать опасного преступника, который написал на плакате «Обними меня, если против спецоперации». Парень простоял совсем недолго, но успел насобирать много обнимашек. Через некоторое время его задержали. Интересно, а что было бы, если бы на плакате было написано «Не обними меня, если против спецоперации», а «Задержи меня, если против спецоперации». Лично я всех вас обнимаю. Также задержали и его питерского коллегу, который стоял у здания Эрмитажа с плакатом, на котором было написано «Давайте жить дружно». Оно и понятно, кот Леопольд тот еще экстремист, а его призывы жить дружно ультрарадикальны. Это вам не чебурашка. Black Lives Matter Полицейские чуть не задушили жителей Саратовской области на глазах у их несовершеннолетнего сына. Силовики попытались задержать жителей села Красный Куд Андрея Бабакова после того, как заметили его на мотоцикле. Полицейским показалось, что он якобы пьян, едет без шлема и номеров, пишет осторожно новости. Его сын утверждает, что отец был трезвый и даже не ехал на мотоцикле. Мужчина начал сопротивляться, его стали душить. Один из инспекторов сказал «Ты сядешь». В результате Бабаков потерял сознание, полицейским пришлось вызывать скорую. Мужчину еле откачали в больнице. В отношении инспекторов проводится проверка. На Бабакова составили протоколы о невыполнении требований об остановке транспорта и отказе от прохождения медосвидетельства. Что было бы, если бы Бабакова не откачали? Начались бы массовые протесты в России, как это было в Америке. Начались бы пикеты и забастовки с надписями «Жизнь имеет значение». Не думаю. Ну и в завершении Путин в Гаге. Международный суд вносит огромный вклад в дело предотвращения международных конфликтов и мирного разрешения уже возникших споров. И в конечном счете, ваша деятельность способствует утверждению международной справедливости. Это стало возможным благодаря независимости суда, особому статусу и уникальному составу его судей. Это были все новости моего мира сегодня. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok